Субтитры сделал DimaTorzok Ух, ах, и трава зеленая пошла Ну ничего, дотянем до весны Ух, лады, аж снег горит нахуй, о, горючее какое Мамма миа Какой хуй эти кольца поставил Для толчков Пойдем Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По сравнению с концом 80-х, началом 90-х В те времена при переговорах Главное было выпить с компаньоном, с контрагентом Это уже было 50% положительного решения твоей проблемы в бизнесе Сейчас это не главное, конечно И это не является решающим каким-то фактором Но тем не менее глубинки, где-то в дальних регионах До сих пор считается, не выпил, ничего не сделал Я родился в 50-м году, то есть я на 2 года старший президент Путина Владимира Владимировича Когда нам исполнилось 18, танки вошли в Прагу и было сложно И люди пили Я даже думаю, что мое поколение разработало такое, чтобы пить в России и в СССР И при этом чувствовать себя белыми людьми Пили сухое пока было нужно Потом, когда сухого не стало, начали пить водку Что было некоторым вообще жестом поведенческим Потому что, в принципе, водка считалась как раз именно субоприлитарским напитком Парзвейн – это напиток низких таких слоев общества А рабочий класс такой, натуральный рабочий класс Они пили водку Одновременно со Сталинградом Советские войска проводят еще несколько важных операций Для нас самое важное – это, значит, прорыв блокад Ленинграда Блокаду пытались прорвать минимум пять раз Каждый раз неудачно, каждый раз с огромными потерями Доченька, перестань болтать, ладно? Тебя сейчас снимут на пленку и покажут Причем не только в России, но и в странах Европейского Содружества Россия нуждается в вступлении в мировую торговую организацию И в облегчении визового режима Западной Европы А ты препятствуешь То есть ты подрываешь наши государственные интересы То есть субъективно ты, может быть, не являешься нашим врагом Я имею в виду народа Но объективно, конечно, не являешься Хорошо, возвращаемся к блокадам С похмелья пхерова вытаскивать Я как хочу сказать Может, у меня такая порода в деда пошла Вот идет человек пьяный А мне охота тоже каким быть Ну вот, с 12 лет я чуть-чуть начал принимать Чуть-чуть, чуть-чуть Не тащи там снег Я почистил уже Спасибо этому дому, пойдем к другому А у нас гулянки были Отшаришь нахуй Бум Блаженство телу У тебя, ну, размягчение Такое? Хе-хе-хе Ну, мягким человеком ты становишься Таможня она Хоть кто-нибудь пришел Похмелил бы Нихуя Наверное, ни одна зараза не придется Краб потом, наверное, прикатит Часов 11 Сейчас Ирку надо бомбить С водой сходи, сходи Мусор вытащил, вытащил Плохо только снега что не было Ножившень, вытащил Заснив дороже Чекушка Сейчас, они же выясняли На колени Ну, нальет Ну, нальет Дрункенес В России не было соревнованно Водка Но только водка Медитэн Насколько Водка Moscow burned due to fires caused by drinking. Drunken city mobs rioted. From time to time, the authorities felt that the alcohol element was getting out of control and started an unsure and almost always useless struggle for sobriety. Perhaps the most radical attempt at the extermination of drunkenness in Russia was undertaken by the last Russian emperor, Nicholas II. In 1914, with the beginning of World War I, he prohibited the sales of vodka in state public houses. The sad outcome of this social experiment is well known. The income of the budget decreased by one-third. Inflation and irregular food shipments began. Home brewing became a commonplace activity. Three years after the prohibition, the Russian Empire ceased to exist. The infamous assault on the Winter Palace, which led the Bolsheviks to power, was largely inspired by the gossip that there were great amounts of alcohol stacked in its cellars. However, according to Trotsky, the palace was stormed twice. When the first wave of revolutionary workers and sailors had drank its fill, new thirsting crowds moved to storm the Tsar's wine cellars and eliminated the guards stationed there by the Bolsheviks. Vodka was at the cradle of the Russian Empire. And vodka was at the death of it. Vodka was at the death of the Russian Empire. This is the construction of the Russian Empire. While the Russian Empire was singing, the Russian Empire is suffering from **Icon問 ancients in the book, Then, in the Russian Empire, the帽子 has gone, On the streets of the supuesto stitch, Иди сюда, подляй. Пойдем. Наша прогулка, бля, с тобой будет обалденно. Тварь вонючая. У тебя же тут только огурцы? Там есть еще рыбка. Нормально. Давай первую под огурцы. Давайте. Вторую под рыбку. Отлично. Кусочек хлеба никогда не помешает. Ну, может и не понадобится. Держите. Ну, старик, за Чавакинского. Савва нам построит. Давай. Ну, что дальше делать будем? Дальше пойдем. 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 Горячий сульпед. Угу. Как говорится, с потрашками. Угу. Вот подуши допивать не будем. Бессмысленно это делать, прямо на улице. Там надо поставить. Поставим ее на потом. Угу. Не нажремся. Угу. Угу. У тебя рыбка как грузкосона. М? Рыбка как грузкосона. Угу. Сейчас. Покажу. Угу. 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 Один из первых советских декров было прохитение водка. Угу. 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 Нед 12 с Fosteran пр przeci with his храмл. Угу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И в 1928 году он стал основным финансовым источником социалистической индустриализации. Поручить руководителю бутылку водки, коньяка, иски. Естественно, сразу говоришь, это вам маленький презент от нашей компании. Все. За редким исключением. У меня такое было за всю практику один раз. Когда наотрез отказались. Нет, нет, нет. А так, ну что, спасибо. И стараются быстренько ее куда-нибудь в стороночку запрятать или в ящичек положить. То есть это не воспринимается как взятка. Воспринимается просто как дал визитную карточку. Собственно, вот так. И естественно, как бы в зависимости от уровня контрагента и уровень визитной карточки. Даже не потому, что не в целях там экономии. Что нам, например, жалко подарить, не знаю, какому-нибудь там инженеру бутылку дорогого коньяка. Но он и не поймет этого. Потому что все-таки хочется, чтобы оценили. Сказали, да, вот это вот коньяк. А он и не поймет. Он ее выпьет как водку, закусит салом. Испортит продукт. Надеюсь, что знакомство не будет сразу таким близким и не придется принимать участие в дегустации напитка. Субтитры сделал DimaTorzok Все равно выпивать приходится, естественно. Я уже не знаю почему, но все-таки существует в России некий критерий знакомства. Если ты с человеком выпил, то он становится значительно ближе тебе. То есть с ним можно же общаться гораздо проще. Здесь логика простая. Всегда, естественно, хочется узнать, не держит ли человек, который с тобой общается, камень за пазу. Недаром старая русская поговорка, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Когда человек выпил, он расслаблен. Разговор уже немножко наобключен, и тема идет. Люди ближе понимают друг друга. После этого, если ты с кем-то выпил, то считается, что теперь это, как мы называем, твой ресурс. То есть теперь ты от этого человека можешь получить то, чего не могут сделать другие. То есть когда решается вопрос, вот там проблема. Какая проблема? Ну, не решается такая-то задача. Ну, пусть ему позвонит Иванов, они же с ним пили. То есть это вот критерий близости отношений. И, в принципе, он до сих пор, конечно, работает. Причем на любых уровнях. Я не могу ничего сказать. Много ли людей, которые могут похвастаться тем, что они пили с представителем правительства или с президентом, но наверняка такие тоже есть. Я думаю, что им тоже будет значительно проще решать вопрос. Причем на любых уровнях. Субтитры согла了. и закрыли «Собриеты и культуры» магазин. В 1936, производительность алкоголя была гораздо выше, чем в 1913. 15,000 ударниками работали в 160 фадка-факториях. «Бит-by-bit, not only the masses, but the party elite as well, got caught up in the alcohol element. Stalin, who took sober Lenin's place as the national leader, liked all-night vigils at a rich table when tongues loosened unwillingly. Stalin's parties were an acute check of his brothers-in-arms loyalty. And it was not unusual for yesterday's friends to be sent from the party straight to the dungeons of Ljubljanka. However, vodka received official blessing only during the Second World War. Taking the sad experience of the Tsar regime into consideration, Stalin decided not to introduce prohibition after the general mobilization. A so-called wine portion, 100 grams of vodka a day, was included into the soldier's ration. ... … … … … Продолжение следует... Нет, водка, конечно, играет в жизни российского человека гораздо более существенную роль, чем в жизни европейца. Может быть, за исключением силы. Проблема, причем, в сочетании континентального климата и континентального общества. Ничего мягкого, никаких полутонов. Люди недоверчивают друг другу. От незнакомца ожидаешь какой-нибудь подлены. Поэтому всякое общение должно смягчиться. Для того, чтобы начался вот этот танец диалога, необходим какой-то специальный расширитель сознания. Вот и мне тяжело сейчас с вами разговаривать. И... Я, по-моему, говорил о том, что при отсутствии алкоголя... И, может быть, это и понимают власть имущие. Русский человек начинает трезветь. А когда русский человек трезвеет в таком большом, так сказать, количестве, то он становится, в общем, агрессивным. То есть те обиды, которые, как неким образом, заглаживаются водкой, которые позволяют жить в каких-то достаточно экстремальных ситуациях, они выплывают наружу. Ну, водка — это способ управления, конечно. Водка — это... основа российской жизни. И водка — это способ сопротивления. Власть запрашивает то, что она, блин, ну, как бы по максимуму. Это как в сделке. А народ находит какой-то ответ. Это заключается в том, что мы уходим в несознанку. Ну, разлезетесь. Вы нас пищите. Мы пьяные лежим. Разбудите нас. Мы ничего не поймаем. Дурака валять, в общем. Хорошо, позволяю. Здрасте. Здрасте. Семнадцатью я дожду. Дай кучу-то. Пророк. Нет, семнадцатью не получился. Это же важнейшая русская идея — пересидеть. Собственно, на этом построен знаменитый фильм кого? Бондарчука. Судьба настоящего человека. Мы пересидим немца, блин. Для нас три стакана — ничего. Что русскому здорово, то немцу смерть. Водка. Водка became the symbol of front-line fraternity, national power, and Russian and Soviet patriotism. Before the war, only bad and comical movie characters drank vodka on the screen. Then, in the post-war years, vodka became an attribute of a real Russian hero. In the famous film by Sergei Bondarchuk, Destiny of a Man, the main character, a Soviet prisoner of war, drinks three glasses of vodka in a row, demonstrating to the Nazis the greatness of the Russian spirit. From that moment, the symbolic volume of the clear liquid became almost limitless. Everybody drank, putting, however, very different meaning into the ritual. The party elite drank on their state dodges, thus demonstrating their support of the Soviet system. Liberal intelligentsia drank in their kitchens, expressing their protest against the Soviet system. And millions of workers drank at their working places, showing their full indifference to the Soviet system. Vodka, therefore, was a most important component, ensuring social consensus and stability of the regime. Водка столичная. Водка ностальгия по советским временам. Fund campo Много ли было ее выкита? Да, конечно. Но пели мы не из-за того, что... что-то такое загадочное в русской душе. Я даже где-то думаю, что это, наверное, очень... очень грамотная идеологическая подстава Комитета государственной безопасности. Потому что для того, чтобы объяснить, почему пьет русский человек, нельзя же сказать, что он пьет от безысходности. Безысходность во всем, в семье, на работе, он знает, что он никогда не купит машину, что он никогда не переедет из этой квартиры в этой двухкомнатной хрущебе, он умрет. Это безысходность. На мой взгляд, русский человек пил от безысходности. А для того, чтобы объяснить, это, кстати, очень хорошее объяснение. А почему в России так много пьют? А потому что мы загадочные русские люди. На мой взгляд, это был бы блестящий ход идеологического отдела Комитета госбезопасности. И я не удивлюсь, если это какой-нибудь умный человек придумал и реализовал. Это, в общем, то, о чем мы просили, да? Да, он оттягивает. Барьер взят. А представь себе, как он безобразно бы выглядел, если бы нас сейчас снимали, блядь. Мы же с тобой отвратительные типы. Абсолютные деграданты. Время наше кончилось, блядь. Нет, Лёва. Абсолютно такой. Нет, ты не пьяница? Нет. Алкоголик? Нет. Я пьяница. Я не вижу, чему здесь стыдится-то, я говорю, понимаете. Вообще, на самом деле, мы с тобой являемся остатками какой-то цивилизации, а не начатками. В этом смысле, после пьянства. По поводу пьянства? Да. Но вообще, на самом деле, мы сильно-то и не хватим. Если бы мы вообще хватили каждый день, то мы бы давно умерли бы уже. Ирка. Я там не вижу ничего. Нет, я вообще обижусь. Помню. Вот не хватает за счет 100 грамм. Туда. 10 рублей. Добавишь? Добавь 10 рублей, пожалуйста. Дай. Дай. Вот так. Обойди. Нихуя. Е. Костя, пьешь или нет? Да. Пьешь? Или я вылечу? Я. Вылечу? Да? Откро, пожалуйста. Добавь еще. Горбачев. Перестраика started with a resolute attack on the basis of national harmony on the 17th of May 1985 the resolution of the Central Committee on measures to conquer drunkenness and alcoholism was announced having declared unheard of political liberties Gorbachev at the same time denied the small private Liberty that the Soviet man had had during Brezhnev's Khrushchev's and even Stalin's reign to choose for himself what when and in whose company to drink according to the law the populace could buy alcohol only from 2 to 7 p.m. vodka was sold by coupons one bottle a month per person the whole country was immediately covered in cues the news newspapers reported murders near wine shops in two years time the production of wine and vodka in the country decreased by half however the noticeable rise of sugar consumption testified home brewing fully compensated for the decrease in legal production of alcohol the most impossible substitutes for vodka were introduced people drink eau de cologne and lotions some tried dish washing liquids acetone break fluids different polishes and methylated spirits skilled craftsmen amongst the populace worked out a method of separating alcohol from glue and shoe polish all of this undermined the prestige of perestroika and its leader long before the beginning of economical problems and national conflicts the general secretary of the communist party Gorbachev was disdainfully nicknamed the mineral secretary the party that had encroached upon vodka couldn't hold the course of the reforms under control anymore in 1991 the soviet union collapsed and president yeltsin who was infamous for not being indifferent to alcohol became the national leader and president yeltsin who was infamous for the first major part of its research sired and 우리나라 she was just looking for water and she was just watching a new adult battle and as she was watching a new group of assassins as she said, how does she know that the usar качества Продолжение следует... 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 Может быть, не только поэтому. У нас как-то не было никогда потребности напиться, в русском смысле слова, чтобы упасть. Нет желания дойти до такого состояния, когда отключаются мозги. Да, может быть, мы слишком много времени тратим на работу. Это ухо такая. Накопление первоначального капитала. Мы считаем, что наша главная цель сегодня в жизни – это заработать денег на себя, свою семью, может быть, если повезет на своих детей. А когда зарабатываешь, пить некогда. Это невыгодно. Да, сейчас у нас может быть такая жизнь, когда мы рассматриваем все выгодно-невыгодно, за исключением, конечно, каких-то там особых чувств, дружба, любовь. Да, это как-то отдельно. А так это просто… Мы же занимаемся бизнесом. Весь бизнес – это насколько это нам выгодно, нам, нашей компании, корпорации. Вот это невыгодно сегодня. А если это невыгодно, то мы этим не занимаемся. Мы привыкли считать бизнес, просчитывать и хотим получить какой-то плюс. Мы должны быть в плюсе. Вот это на плюс не дает ничего. Да, это делать нельзя, не выпить. Аплодисменты. Это не дает нинетий. Это не дает нинейте, российский ремонт, а лабора с их динамомар, в кем-карミаномар. even yeltsin's famous drunkenness that in the beginning of his rule used to be a symbol of his closeness to simple people became annoying no wonder that one of putin's first public actions was to refuse to drink to the memory of soldiers who died during the war in checheney he delivered an emotional toast and then put the glass down on the table saying обязательно вытяните обязательно но пить будем потом however путин's image makers soon had to soften the image of the strict and pragmatic russian german that they had created a new brand of vodka путin kuh graced the counters and the father of the nation started to appear on the tv screen more and more often accepting a shot of vodka from the grateful citizens maybe sometime upon sobering up a bit the mysterious russian soul would turn out to be not so very mysterious or different from the german or the french but that is definitely still in the future the new european luster notwithstanding authorities don't forget about the good old ways of social management putin kuh is the guarantee of russia's special path the dead are commemorated three times in russia on the third ninth and fortieth day after death according to church legend on these days the soul of the deceased faces god on the ninth day after custom house sasha's death his friends came to the cemetery to drink on sasha's fresh grave for the peace of his soul Ну вот, просто Саша, пружочек, тот видит, не напьет. Вот, последний раз вот у нас, как раз на день рождения фотографии. Так, хорошо. Поправь ленточки. Все хорошо. Аккуратно. Все нормально. Первичный выходной. Скоро мы и там будем. Домик нормальный. Два. Двадцать на полтора. И метр семьдесят туда. Ну что, давай. Давай, погнали. Ну, Сальто. Другому поставим. Как всегда, сто грамм. Как положено. Давай. Ну вот. Ну, держи. Ну, Александр Михайлович, земля тебе пух. Спи спокойно. Скоро мы рядышком будем. Ладно, Саша, прощай. Ладно, Саша. Мы еще придем, навестим тебя, Сашок. Упıy. Саша. Палин. Посадка. Да, все. Это сомнеж. Не будем. Двадцать. Двадцать. В сомнежной. Двадцать. Мы с нами разбиваем. Двадцать. Двадцать. Редак, кредит, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok